Школьные каникулы, рост заболеваемости и многое другое обсуждали на последнем заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. С начала сентября наблюдается устойчивый рост заболевших не только COVID-19, но и сезонными вирусными заболеваниями. Причём большинство заболевших – дети. И у нас из 24 административных территорий практически в 13, это получается более 50% случаев, регистрируется за последние 7 дней от 10 до 30 и более случаев. Еженедельно регистрируется на территории нашей Ульяновской области среди школьников остроиспираторной вирусной инфекции от 2000 до 2500 случаев. Значит, также отмечаем увеличение коронавирусной инфекции почти в два раза среди школьников. Недельный эпидемический порог по совокупному населению в регионе превышен на 9%. 16 классов из семи школ ушли на карантин по коронавирусу. Ещё в 21 классе – карантин по ОРВИ. Поэтому во время внеплановых школьных каникул, которые начнутся с 5 октября, будут скорректированы рабочие программы педагогов. Также учебным заведениям рекомендовано перейти на триместровую систему обучения. График каникул также будет пересмотрен. По новой системе обучения следующие длительные выходные пройдут с 16 по 22 ноября. Что это нам даст? Это нам даст возможность перестроить образовательные программы и выполнить учебные планы, то есть обеспечить права ребёнка на качественное нормальное образование. Второе – нам даст возможность периодически с разницей в 5 недель, в 4-5 недель рассредотачивать детей на 7-10 дней. Мы их распускаем, тем самым снижаем градус распространения инфекции. Со следующей недели в регионе будут работать санитарные патрули. Соответствующее распоряжение губернатор уже подписал. В патрули войдут добровольцы, медработники и представители Роспотребнадзора. Надеюсь, что на следующей неделе Неробеев совместно с коллегами из Министерства здравоохранения, с Роспотребнадзора проведет с моим участием инструктаж руководителей таких вот санитарных патрулей для того, чтобы они приступили к немедленному исполнению тех решений, которые мы с вами вырабатываем, в том числе тех решений, которые вырабатываются на федеральном уровне. В случае ухудшения педобстановки и роста числа заболевших, руководители организации должны принять решение о переводе своих работников на дистанционный режим работы.